Продолжение следует... Однако известна и менее обширная группа монет с именем Федоры, реже с отчеством Ивановича, которые тоже, как оказалось, чеканил же Дмитрий. Привет всем! С вами Сергей Романов, эксперт аукциона допетровских монет «Гуннвер». В работе Оксаны Сергеевны Мельниковой группа гибридных копеек с именем Федора и лицевой стороной от Чеканиных правления Бориса Годунова отнесена к правлению Федора Ивановича, сына Ивана Грозного. В каталоге определителей Клещиного Гришина эти монеты выделены в отдельную группу, как монеты от Чеканины во время краткого правления Федора Годунова, сына Бориса Годунова. И только с обнаружением монеты, где копейка лжедмитрия перечеканина в копейку с именем Федора, стало ясно, что чекан этой группы осуществлялся в пользу самозванца. Но зачем ему это было нужно? Самозванец, скрывавшийся под именем царевича Дмитрия, был Гришко Отрепьев, беглый монах чудового монастыря. Свою легенду и легитимность как правителя он выстроил на якобы чудесном спасении младшего сына Ивана Грозного, убитого в Угличе. Именно вера народов в чудесное спасение отрока и недовольство знати Борисом Годуновым привела к началу смуты. Стоит помнить, что на правлении Бориса Годунова пришелся еще и страшный гол 1601-1602 годов и последовавшее за ним восстание Ивана Болотникова. Таким образом, звезды для появления самозванца сошлись. Однако, как только проект возведения на трон царевича Дмитрия помог свергнуть династию Годуновых, так сразу и Гришко Отрепьев стал более не нужен боярской аристократии. Ему пришлось приложить немало усилий, чтобы хотя бы попытаться закрепиться на троне. Он сразу стал привлекать к себе сторонников с помощью раздачи земли, чинов, людям невысокого сословия, пытался изменить законы в пользу большинства, запретить мздоимство, потомственное холопство. Однако конкуренты из боярской среды, среди которых главными зачинщиками считались шуйские, обвиняли самозванца в не следовании канонам веры, в несохранении обрядов. И даже тот факт, что он перемещался по городу и дворцу без охраны, трактовался совсем не в его пользу. Видимо, в этом ключе стоит рассматривать и чеканку монет в пользу Лужи Дмитрия с именем последнего легитимного правителя из династии Рюриковичей, Федора Ивановича. Этим своим жестом он также пытался сыскать поддержку народа. Напомню, что ровно таким же образом поступят Минины Пожарские 7 лет спустя, начав на Ярославском временном дворе чеканку монет с именем последнего законного Рюриковича, Федора Ивановича. До новых встреч! Ставьте лайки, колокольчики и не забывайте расшаривать видео в соцсетях. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok